Всех приветствую! Меня зовут Ева, и в данном видео я покажу, как просто и быстро сделать декоративные веточки лаванды из гофрированной бумаги. Я буду использовать два цвета гофрированной бумаги, фиолетовую и оливково-зеленую. От фиолетовой бумаги отрезаю полоску шириной около 6-7 мм и скручиваю ее в жгутик. Закручиваем кончик, отступаем примерно 8 мм и создаем следующий виток. Отступаем еще 8 мм, прокручиваем еще раз и так до самого конца. Вот такой жгутик получается. Его я буду тонировать сухой пастелью. Я пользуюсь такой пастелью. Мне понадобится синий карандаш пастели и фиолетовый. Влажной кистью набираю сначала фиолетовую пастель, а затем синюю. Получившимся оттенком тонирую жгутик из бумаги со всех сторон. Затем нарезаем данный жгутик на отрезки длиной 8 мм, по местам, где видны следы скручивания. Далее каждый такой отрезок нужно подкрутить и пригладить сверху и снизу, чтобы не были видны заломы после нарезки ножницами. От зеленой бумаги отрезаем небольшой кусочек и вырезаем чашелистик. По центру его можно прижать карандашом, а затем создать отверстие с шилом. Склеивать веточки лаванды я буду вот таким моментальным суперклеем. Беру герберную проволоку 0,6 мм в диаметре. На ее кончик наношу клей и приклеиваю первый цветочек. По периметру приклеиваю еще 4 таких заготовки. Далее нанизываю чашелистик. Он приклеится на остатки клея снизу первого ряда соцветия. Отступаю вниз примерно 2 см и приклеиваю следующий ряд соцветий. Также нанизываю чашелистик и приподнимаю его кверху. Отступаем вниз еще 2 см и создаем следующий ярус. Так можно создать 6 или 7 ярусов по желанию. Субтитры создавал DimaTorzok От зеленой бумаги отрезаем полоску примерно 8 мм в ширину. Нарезаем ее на отрезки длиной 5-7-8 см. Вырезаем узкие листики. Снизу каждый листик разглаживаем, чтобы бумага истончилась. И обрезаем широкие края. Наносим клей на нижнюю часть листочка и приклеиваем к стеблю лаванды. Так фиксируем желаемое количество листочков. Затем каждый листик подгибаем, я использую кисточку. Вот так очень просто можно сделать веточки лаванды, которые помогут обыграть интерьерные композиции. Допустим, они отлично впишутся в композицию с хлопком в корзине из моего прошлого видео. Ссылку ищите в описании. Но здесь стоит отметить, при прямом попадании солнечного света, бумага спустя время может начать выгорать, поэтому лучше выбирать умеренно затемненные места для размещения своих композиций. Буду рада, если вы поставите лайк данному видео, а также подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новинки. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Но самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч, пока-пока!